Первое совещание по обсуждению проекта плана роста экономики региона в 2017 году провел в четверг премьер-министр Александр Смекалин. Это уже не первый год, когда мы проводим такую работу и ссылаясь как раз на выступление экспертов Гайдаровского форума, на котором мы на прошлой неделе работали, очень большой делегацией, авторитетной делегацией. В отличие от федерального, так скажем, повестки, когда на протяжении последних двух лет разрабатывался антикризисный план, в регионе разрабатывался именно план роста экономики. И вот то, что Олег Владимирович тоже меня проинформировал, нам удается удерживать эту тенденцию, наверное, уже говорил об этом. Мы продолжаем, пусть ненамного, но все равно расти. Впрочем, началось совещание с первых официальных итогов 2016 года. И итогов, отметим, очень достойных. Уже начинают приходить первые итоги социально-экономического развития за 2016 год, официально подведенные. Хотел бы искренне вас всех порадовать. Уровень инфляции за 2016 год составил 105,5%. Это вот сколько я помню, по-моему, минимальный уровень. А то Левгеньевич, наверное, не даст соврать. С 1991 года минимальный уровень инфляции. Темпы роста строительных работ 103,4. Пока ввод официальный не подведен, но темп роста постройки 103,4. Это неплохой показатель, я считаю. Значит, уровень безработицы по методологии МОД в районе 5%, тоже небольшой. Потом, самое главное, индекс промышленного производства 100,8%. Что же касается самого плана, то он стандартно разбит на 4 блока, хотя содержит и ряд новшеств. Сегодня план по мероприятиям немного расширен по сравнению с прошлым годом. Он насчитывает 89 мероприятий против 80, которые были отражены в плане 2016 года. Это связано, в первую очередь, тем, что включены новые разделы. Это меры, направленные на развитие конкурентной политики, меры по оптимизации бюджетных расходов в сфере государственной и муниципальной службы. Кроме того, нововведением этого года является блок мероприятий по оптимизации инвестиционных расходов, субсидии юридическим лицам и дебюдинтовской задолженности. Здесь я говорю о совершенствовании порядка выделения субсидий юридическим лицам. Примечательно, что уже в первом обсуждении документа приняли участие эксперты. В целом, я считаю, конечно, вот тот документ, поскольку я его видел заранее, он был прислан, так сказать, мне, я его посмотрел. Считаю, его, конечно, целесообразно взять за основу. И вот тоже об этом многие говорили, что вносить туда необходимые дополнения, так сказать, расширять, чтобы эффективность его была более высокая. Остается добавить, что федеральный план развития экономики будет разработан в марте и принят после всех обсуждений только в мае. Ульяновская область решила не дожидаться этого документа и принять свой план до конца марта, чтобы затем лишь скорректировать и синхронизировать его с общероссийским. Георгий Кузнецов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.